Всем привет! Меня зовут Неркин и добро пожаловать на обзор нового снэпшота под номером 20w22a, который относит нас к версии Майнкрафта 1.16 под названием «Адское обновление» или же «Обновление Незера». И честное слово, я почему-то думал, что на этой неделе снэпшот вообще не выйдет, потому что вышел же Майнкрафт Данженс, и чтобы не мешать хайпу Майнкрафт Данженс они решили, что лаверные не стоит, но все же сегодня в пятницу они решили, что все-таки стоит выпустить снэпшот, и на самом деле я уже думал, что даже не снэпшот будет, а выйдет первый пререлиз. Но как оказалось, этот снэпшот довольно таки интересный, так что советую Вам его досмотреть до конца. Ну а мы будем начинать, погнали! То, что Вы сейчас наблюдаете, это не какой-то фильтр, который я наложил при рендеринге, нет ни в коем случае, это все сделано при помощи ресурспака, потому что разработчики сделали, ну что-то невероятное как по мне кажется, они добавили поддержку шейдеров, для доступа к зи буферизации. Таким образом, рендер использует слои попиксельного смешивания для некоторых прозрачных элементов. И таким образом, мы грубо говоря можем сделать подобное, вот это не я сделал, ни в коем случае я такое не умею делать. Я вообще не знал, что такое можно будет сделать при помощи шейдеров, но как видите, да, все это сделала одна разработчица из команды Моджанг. И если кому-то интересно, то я оставлю ссылку на это в описании, и вы сможете сами побаловаться, но если честно, я был шокирован от того, что в Майнкрафте могут добавить что-то подобное, и кстати из-за того, что сменился такой рендер стал, то есть шанс того, что на некоторых старых видеокартах, ну как бы и все, им будет бан, потому что это будут лаги, это будут просадки фпс, они и так были, но теперь еще хуже, так что если у вас такие наблюдается, то милости прошу, вы можете рассказать об этом разработчикам на специальном багтрекере, они это даже просили, поэтому я тоже оставил ссылку на это в описании. И на всякий случай уточню, пока что все это висит на добром слове, то есть это не добавит 100% в Майнкрафт, это только снэпшоты, это все экспериментально, если будет много багов и много лагов, то понятное дело, что разработчики эту функцию уберут. Есть одна очень странная вещичка, которую добавили именно в этом снэпшоте под названием «Танец Пиглина». Выглядит это немножко странновато и возможно даже временами кринжовенько. Суть заключается в том, что иногда, временами не всегда, пиглины после того, как успешно закончить свою охоту, то бишь убьют хоглинов, начнут дэнсить, ну то есть в прямом смысле они начнут танцевать. Выглядит это немножко смешно и нелепо, то есть они, честно, но как-то это вообще не подходит под стиль Майнкрафта и для этих суровых ребят, что они танцуют. Хотя учитывая то, что разбойники, когда они успешно заканчивают свой рейт тоже немножко дэнсит, то это в принципе плюс-минус еще подходит под Майнкрафт. Изначально это было добавлено в Бедрок версии Майнкрафта и в принципе там это смотрелось в ультименте, потому что Бедрок это своеобразная, скажем так, версия Майнкрафта, которая имеет на это право полное, потому что там будут добавляться и эмоции, там и скин клипает, там и разный конструктор того же самого скина, но теперь это появилось в Майнкрафте. Если честно, парень, который это добавил, точнее разработчик, его зовут Хенрик, а если быть точным Хенрик Найберг, то он еще запустил в своем твиттере, что он добавил танец еще и для Хоглинов, но это понятное дело не правда, но выглядит забавно, то есть это было бы смешно если бы это добавили, но на самом деле не переживайте, не подумайте, это все существует только, я говорю именно про танец Хоглинов, танец Пиглинов в Майнкрафте с этого момента уже существует. Существует также возможность купить себе лицензию Майнкрафта по очень низкой цене, а также приобрести лицензионный ключ к Майнкрафт Данженс, новой игры от Моджанг, по очень доступным ценам на сайте nerkinshops.ru, ссылка в описании. Ну а теперь настало время поболтать о изменениях, которые коснулись наших жителей. Раньше, Вы думаю знаете, что если в нашего жителя попадала молния, то он прекрасненько быстренько превращался себе в ведьму. Но, была проблема. Если Вы отходили довольно далеко, то эта ведьма могла задеспавниться, и соответственно, житель пропал бы, потому что еще раз упадет в него молния, и он мог превратиться обратно в жителя. И что же случится с ним теперь? Бахаем по нему, это становится ведьмой, и теперь даже если мы уйдем, эта ведьма не будет деспавниться никуда, потому что это житель. Но важное замечание, Вы должны будете с ним поторговать, то есть если Вы с ним торговали, и в него попала молния, он превратился в ведьму, то эта ведьма не задеспавниться никуда. Если же это будет обычный житель, с которым Вы ни разу не торговали, то ведьма имеет шанс задеспавниться. На этом все не заканчивается, и следующее изменение звучит следующим образом, что крестьяне, теперь больше не будут пытаться работать на одном рабочем столе, то есть я оставлю стол лучника, например, и житель должен к нему подойти, и только тогда он получит эту профессию. Как видите, только что это сработало, не переживайте если мы сломаем блок, он потеряет эту профессию, так что мы можем таким образом с Вами менять ему сделки, то есть я пошел, поменял, и смотрите, теперь другой подошел к нему, он должен подойти теперь к рабочему столу, чтобы начать с ним взаимодействовать, таким образом мы все равно сможем с ним поторговать и менять ему как я уже говорил сделки. Но на этом все не заканчивается, смотрите я с ним поторговал, и теперь если я возьму сломаю его рабочее место, то смотрите что происходит, даже если у нас будет один новенький крестьянин, как видите он без профессии, и я поставлю стол лучника, то житель займет это рабочее место, который уже имеет эту же профессию рабочего места. То есть в нашем случае это был лучник, и первенство игра дала только лучнику, потому что он уже имеет эту профессию, а не новенькому, который должен подойти и забрать это рабочее место себе. Надеюсь я все нормально Вам разложил, как я смог, потому что немножко все запутанно звучит, но довольно-таки понятно если в этом покопаться. Можем подытожить то, что первенство, кто займет рабочий стол, будет у того, у кого уже есть профессия этого же рабочего стола. Шо я милю я не понимаю, но надеюсь что это все доходчиво звучит. Но это еще не все, потому что жители теперь начнут проверять существует их рабочее место или нет, и это все будет происходить в течение рабочего дня, то есть они теперь стали намного умнее. Но делать они это будут, если они находятся от него на расстоянии до 16 блоков. Ну и плюс ко всему жители теперь не смогут принять свою профессию или ее изменить во время ночи или же того самого ре.. Что? Хе-хе-хе-хе! Что? Серьезно я не понимаю почему. Мы с вами нашли только что баг, потому что он поменял профессию во время ночи. Это так не работает, камон, вернись. Если что можете сами проверить, я ничего не выдумаю. Мы нашли с вами только что баг. Хорошо изменим немножко правила и теперь начался рейд, я даю тебе этот блок, и станешь ли ты.. Что? Что происходит вообще? Даже во время рейда меняет, что с тобой не так, портишь мне все. Но по всей видимости мы нашли с вами баг, и его исправят уже в следующем снэпшоте. Ну а теперь наступило время поговорить про колокол, довольно сложный блок, который нельзя заполучить методом крафта только покупкой у жителей, либо воровства у самих тех же самых жителей. Теперь у нас появилось еще больше блоков, куда мы можем вцепить колокол. Это точильный камень, вот таким методом, сундук, очень крутая вещь, это цепи, посмотрите как это круто смотрится. Те же самые железные прутья, ставим их вот сюда, эндер чест, кафедра, костер, неважно какой это душ или обычный, те же самые шалкеры, люки правда в некоторых положениях, тот же самый блок меда, их еще таких очень много, вы можете сами поискать, я все искать не буду, потому что это довольно сложно, но я решил именно такие самые необычные посмотреть. Но есть проблема, например на такие блоки как паутина мы поставить не можем, на листву, на подмостке, на ту же самую паутину, точнее ниточку, кровать тоже, и вот точил посмотрите, он вертикален и мы на него тоже не можем поставить, то есть в некоторых положениях в некоторые блоки можно, в некоторых других положениях это сделать сложно, но это действительно круто, потому что такой крутой блок как колокол, он должен где-то висеть не только на обычных, но вот за цепи разработчикам опять готов целовать руки, потому что они блин золотые, грубо говоря мне понравилось. Но в какой бочке с медом, да без ложки дегтя, пусть смотрите, что это такое? Это эндермены которые держат блок, не важно какой, но они все равно его держат, и знаете что теперь именно с этого снэпшота случилось с этими мобами? Ничего хорошего скажем так, потому что если эндермен теперь будет в своих руках держать какие-то блоки, то знайте он не сможет задеспавниться, эта проблема в том, потому что на серверах такая штука конечно будет не очень хорошая, потому что их можно вот таких вот заставить чтобы они поподнимали блоки, наплодить их миллиарды, и таким образом сервер будет из этого лагать, поэтому я считаю что это не сильно хорошее обновление, но все же если например эндермен в сурвайвале у Вас украдет какой-то блок алмазов или в таком плане, то Вы сможете его красивенько убить, чтобы забрать Ваш блок назад, и он никуда не задеспавнится. Ну и еще очень важное замечание которое связано с эндерменом, и теперь снаряды из сушителя не будут работать на эндерменов, то есть они не будут наносить им урон, все из-за того, что это снаряд считается, а по эндермену как Вы знаете попасть снарядами нельзя, таким образом получается что и сушители до этого времени ломали систему и попадали снарядами в эндерменов, такого не должно быть поэтому разработчики это тоже изменили. Также есть еще изменения которые были связаны с костром, теперь костер душ будет наносить в два раза больше урона чем наш обычный костер, все это связано с тем, что сам огонь душ который есть в Незере, он также наносит в два раза больше урона чем обычный огонь, и поэтому таким образом разработчики подумали что нужно было бы добавить еще и урон здесь от костра, и поэтому они это добавили и это хорошо, но меня интересует другой вопрос, почему если костер душ наносит больше урона, то почему же он не жарит еду в два раза быстрее. Мне казалось бы это логичным, может из-за того что он более горячий наносит двойной урон, так и соответственно если он такой горячий должен и еду быстрее подогреть нет, но это только мои предположения и мои мысли в слух. Ну что же, вот таким выдался снэпшот 20w22a, я бы не сказал бы что он шибко прям уж шикарный, но все равно это хотя бы что-то, то есть они не пустые, потому что разработчики в принципе могли бы их выпускать совсем пустыми, чисто баг-фиксы и уже ждать при релизов. Нет, они делают каждый раз какие-то интересные снэпшоты, хотя бы одна фишечка но добавляется, как например тот же самый танец пигленов. Если я вдруг что-нибудь забыл или не рассказал, то милости прошу, в комментарии можете написать это, я ваш комментарий лайкну и это видео станет еще более информативным. Ну и надеюсь, что уже следующий снэпшот это будет пререлиз первый, посмотрим. Я не буду этого гарантировать, но почему-то мне кажется, что уже они скоро прямо должны выпускать именно пререлизы и уже и будет финальная версия, но пока нам остается только ждать. Ну а если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с Вами как всегда был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому, еще услышемся!